Я могу помочь, если вы хотите поговорить наедине. Мать твою за... Кстати, купила китайщину какую-то. Приветствую вас, земляне, с вами пришелец Саймон. Мы продолжаем играть в Симуляк Ру-2. И инспектор детектив Мурила спрашивает нас, узнал ли я что-нибудь новое. Мы узнали с вами новое. Мы попереписывались с тремя коллегами погибшей девушки Майи. И выяснили, что они высказывались о ней настолько недоброжелательно, что даже желали смерти. И также они знали некоторые подробности ее смерти. На самом деле врали. Так что сейчас мы об этом скажем. Не знаю, что и думать. Давайте так. Соберись, не заставляй меня делать за тебя твою работу. Что-то не сходится. Звучит многообещающе. Что у тебя есть? Они знают подробности о месте преступления. Что? Публично сообщалось только о том, что Майя умерла от неизвестных причин. Больше ничего. Что они тебе рассказали? Так, ну давайте по порядку. Ария упомянула, что Майя умерла в гостиной. Чтобы это знать, нужно было находиться на месте преступления. Либо это была очень удачная догадка. Есть еще какая-нибудь информация? Мина знала об анонимном звонке. А, бананном. Банан. С банана звонили. Бананимный звонок. Помимо следствия, об этом мог знать только диспетчер службы экстренной помощи. Или сам звонящий. Хорошо, что еще? Рекс что-то говорил о ранах на ее лице. Только мы знаем об этих отметинах. Либо информация просочилась, либо он знает что-то, чего мы не знаем. Это все, что у тебя есть. Что думаешь? Они могли быть там. Не будем на управление гнать. Это возможно. Но если они в рот, мы должны доказать это. Какие у нас еще есть варианты? Они все рассказывают одну и ту же историю. Одну и ту же? И в чем сходство? Они все говорили о нехватке подписчиков. Они все считают, что она заработалась до смерти. Интересно. Тебе не кажется, что их истории слишком хорошо подогнаны друг к другу? Они все сказали, что у нее был стресс. И каково твое мнение? Их истории кажутся искусственными. Их идеальные объяснения говорят о том, что они что-то скрывают. Плюс они инфлюенсеры. Разве их работа не заключается в том, чтобы представлять вам реальность в нужном им виде? Нам нужны доказательства. Ну-ка, а что за предположение? У меня есть предположение. Выкладывай. Они все убили Майю. Они намеренно скрывают информацию. Я тоже так считаю. Они наверняка что-то видели и слышали. Чтобы не случилось с Майей, они достаточно напугать, чтобы молчать. Они должны быть сговорились. Верно. Они не должны ничего скрывать от нас. Нам нужны вязкие доказательства, чтобы прижать их. Я бы попробовал сам достать ноутбук, но шеф сменил замок на складе вещдоков. Если ты не найдешь способ. Далее он на залезть в ноутбук Майей, то не точка обрвется. Да, мы об этом еще во второй, кажется, серии рассуждали. Что нужно залезть в ноутбук. Давайте стараться как-то, не знаю, быстро работать. Вот. Меня смутило вот это. Воссоздать. Вот кто рассказал Майе про услуги развития инфлюенсеров? Раскройте личность этого человека. Вот. И я вообще что хочу сделать? Ноутбук это все потом. Вот. Как ее зовут? Вот. Па-па-па-па-пам. Флоренс Белл. Так. Ариэс Райзинг. Мы можем? Мы не можем. Ариэс Райзинг. По-моему, это переводится как Овен. Возвышается. Типа, наверное, как-то созвездие Овна восходит над чем-то над Луной. Я не знаю. Я хочу залезть в ее телефонные контакты. Возможно, она должна быть там. Флоренс Белл. Жустин, Кей, Мин, Алекси, Рекс Киган, Флоренс Белл. Нет, ее здесь нет. Ну, блин, но это же она. Возможно, нам нужно восстановить оставшиеся данные в тел... А может и не надо. Новые данные в телефоне. И появится там чат, переписка вот с этой девушкой. Групповое сообщение. Требуемый вещдок привязано к ноутбуку. Хорошо, а здесь? Ну-ка, воссоздать. Требуемый вещдок, раскройте личность. Ну, это же она. Ну, Флоренс Белл. Что мне с ней делать? Мне как-то репостнуть ее. Лайк поставить. Ну, вот поставил. Блин, видимо, нельзя. Ну, короче, я это запомню. Я буду держать. Можно в Джабре, кстати, еще поискать. Может, она где-то здесь есть? Я все-таки ее поищу. Я хотел бы ее поискать. Лана, Шермейн, Барбара, Хелли, Лана Грис. На Билли Айлиш похоже. Ничего нет похожего на Флоренс. Флоренс, видать, ее и тут нет. Ну, ладно. Там уже двухмесячной давности пошли посты. Так, здесь тоже никого нет. Хотя письма тоже надо будет почитать. Ладно, давайте пробовать получить доступ к ноутбуку. Найдите способ установить связь с портативного компьютера Майи с ее смартфоном. Что-то писал о главном подарке. Главный подарок. Любимая песня и любимая фраза. О, господи, вот тут спойлеры, блин. Ладно, я сейчас. Я не увидел, я не увидел, я клянусь. Вот лучший подарок это подписчики. Ну, она же писала об этом Джабре, ну ладно. Давайте перейдем на ее страничку, это проще. Любимая песня. Хотела вдохновать людей. Так часто слышала в адрес слова намасты, чтобы начало терять всякий смысл. Пицца с ананасами на самом деле вкусная. Ну, я согласен. Провожу неделю с Ребеккой. Не бойся ходить в спортзал, так. Говорю желанием признаться вот к этим товарищам в любви, которые тебя на самом деле не очень любят. Да, я работаю на БДСМ. Бизнес, формирование, дисциплина, сила, мотивация. Что? Это так расшифровывается, нравится? Не, я вообще-то думал, что это база данных стройматериалов. Ну, да ладно. О, вот. Ребята, вы должны послушать эту песню. Клянусь, моя любимая песня. Тех времен нужна. Разноцветная ложь на повтор. Разноцветная ложь. Но мы еще сюда вернемся. Сейчас самое главное ее величайший подарок. Величайший дар. Вы, ребята, величайший дар судьбы. Ну, это подписчики. Так. Mind, Body, Fitness. Так. Ну, больше она ничего не говорила нигде. Я не вижу, ну-ка. Так, хорошо. Медиафайлы. Ноутбук Майи. Так, имя пользователя и пароль. А имя пользователя у нее какое? Начнем с этого. Жалоба в Кимера. Опа. Сканирование. Майя, сторонница Рекса. Одна из немногих, кто считает... Кого Рекс считает своим другом. Ну-ка. Я хочу сообщить о многочисленных нарушениях правил Джабра, запрещающих преследование. Моего друга Рекса троллят с аккаунта GotRext. Этот человек портит репутацию моего друга. И отправляет всякие обвинения. Спасибо за ваше обращение. В данный момент ничего не можем сделать. Угу. Вот, козлы, не могу поверить. Все в порядке. Спасибо, что вступилось за меня. Это больше, чем я даже мог ожидать от кого-либо. Они нормальные люди, знаешь. И не переживай на меня. За меня ни один хейтер не заставит эту роскошную машину заткнуться. Ха-ха-ха. Да, хорошо. Кимера Кон. О. Блин. Походу, действительно надо это все читать. Спасибо за участие в фестивале Кимера Кон. А, ну да, это как типа Комикон, да? Только инстаграмный. Секреты здоровья в Кимера в реальной жизни. Угу. Я, в принципе, пробежался глазами. Так. Приглашение на Кимера Кон. Снова пригласили в этом году. Угу. Отлично. Майнд Бадди Джим. А, да, мы смотрели Майнд Бадди Фитнес. Ваше место зарезервировано. Намасте. Угу. Так, но тут ничего нет. Ария Парк. О, вот тут мне... Да. Ария, это тоже наша коллега. Все думала о твоих словах и решила, что мне стоит попросить лайков у своих фанатов. Знаю, что это не самый популярный поступок, но ты знаешь, как... У меня ситуация с семьей. Я в отчаянии. Да, она говорила, что у нее подписчики уходят. Никогда не попрошу родственников о помощи, чтобы меня не ждало. Я буду бороться. Не допущу, чтобы чужая болтовня влияла на мои решения. Решимость Арии. Ария полна решимости сражаться за то, чего, по ее мнению, она заслуживает. Она не просит семью о помощи, хотя бы в данный момент ей не помешала бы поддержка. То есть мы, наверное, можем лично с ними как-то попереписываться и... Использовать вот эти знания в их раскрытии. Крисси О. Меня зовут Крисси, я просто тебя обожаю, ты меня очень вдохновляла. Ведь ты такая потянутая и классная. О, очищающая маска с грецкими орехами и лимонным соком. Лицо стало облизать. Кейловая диета. Детокс Кейла Макейл. Это что такое вообще? А вот это мы не хотим заскринить, да? Вот тут какая-то Крисси пишет, чтоб ты, что называется, отправилась к праотцам. Тем более, что... Не, ну мы на самом деле отлично понимаем с вами, что это симулякры и, возможно, убийца. Это на самом деле операционная система вот эта. Но можно же реально подумать, что мое лицо стало облизать, оно постоянно чешется. Вот она и как раз могла ее прибить и лицо и сцарапать вот так же когтями своими, чтоб она знала, как очищающие маски вот всякие ядовитые рекомендовать. Вот думайте, как Ари Галадри... Галадриэль? Серьезно? Вынуждена отозвать приглашение, повысите свой уровень в Кимера. А, наставник. Будьте здоровы и сильны. Угу. Понятно, радость вселенной. Сила как опуфа. Великолепно. Да, молодец, что не пошла. Тут видно, что астрологией увлекается, товарищ. Ну-ка, это наверняка в инспекторе как-то отобразилось. Ну вот, просто улики собраны. А, кнопкой пароль забыт. Я его и не мог вести так. Вот. Забыть пароль, да? Лучший подарок. А, вот как. Последователи, ученики, друзья. Последователи, наверное, должны были быть подписчики. Followers. Follow это следовать и подписываться. Величайший дар судьбы 100 тысяч подписчиков. Followers, конечно. Кривой перевод в такой детективной, казалось бы, игре, где каждое слово важно, это, конечно, не зачет. Последователи. Любимая песня. Разноцветная ложь. И какая цитата лучше подходит вам? Блин, а цитату где посмотреть? Ладно, выберу что-нибудь наугад. А, цитата, ну... А, все так банально это. Новое начало. Ну, конечно. О, хорошо, нормально. Синхронизация. Ну, это пока не готово. А вот видео с вип-камеры. Мэй, мы должны его остановить. Иначе мы все умрем. Пожалуйста, пожалуйста, доверьтесь мне. Я хочу сказать, зачем, зачем компания по услугам... Хорошо, мэй, создатели не существуют, ты должна остановить. Компания по услугам развития немного странная. Ну, это, наверное, мэй, скейтинг и шутка. Просто шутка, они подкалывают нас. Шутка, нашего подписчика сразу застрелили после того, как мы зарегистрировались. Это ненормально. Да ладно вам, это работа хакера, магия тут ни при чем. Я... Этот монстр хочет принести меня в жертву. Мы должны его остановить. На мне все не закончится. И что уж собирается сделать этот создатель воина? Ты поверишь, если я докажу доказательства моего телефона. Хорошо. Вот не успеваю читать, быстро показывают субтитры. Все это подается объяснению, малышка. Просто в последнее время ты находишься в большом напряжении. Все хорошо, все хорошо, не волнуйся. Я не откажусь от своего святого будущего. Я не сумасшедшая! Я пытаюсь спасти нас, всех нас. Может быть, мы используем русилия слишком поздно, чтобы что-то делать. Это уже происходит, мы не можем остановить. Ладно, значит, все это происходит из-за этой глупой сделки. Я был прав, ребята, я был прав. Послушайте, никто не станет соглашаться на эту сделку. Ничего не произойдет. Я не такой глупый, чтобы согласиться на какой-то непонятный обмен. Эй! Ты в порядке? Ооо! Она, походу, в отключке. Ё! Ёлки! А, так она при них померла! Вот обалдеть! То есть она прямо при них окочурилась. Смерть Майя. Видеоролик, в котором Майя спорит со своими друзьями о Человеке Пульсе. Человеке Пульсе? Что? Вскоре она внезапно умерла. В этом видеоролике отмечены Ария Минейрекс. Давайте еще раз посмотрим. Майя, мы должны его остановить. Иначе мы все умрем. Вот он. Вот это ТРМ, который я говорил. Он и есть. Я хочу сказать, зачем компании по услугам развития понадобилось нас убивать? Да, компания по услугам развития, ТРМ. Я просто заметил, что вот они еще тест нам вот такой вот личностный прислали. Ну, это значит, по-любому они будут участвовать, они будут замешаны. Но чуваки, про которых они публиковали посты, они исчезли. Что, а ты что-то не стримил давно, тебя давно не было на связи. Куда вы подевались? Так вот, они тоже померли. Потому что это приказ создателя волн. Создателя волн? То есть человек пульс, создатель волн. Ну, волны, пульсация, да. Типа два разных варианта перевода, наверное. Но это и есть тот чувак, наверное, какой-то. Хорошо, но создателя волн не существует. Компания по услугам развития немного странная. Но это, наверное, маркетинговый ход. Они просто подкалывают нас. Ага. Ну, понятно, это можно дальше не пересматривать. Я хотел бы побыстрее, там, закончить до следующего чекпойнта сохранительного. Потому что долгая серия, я потом долго буду монтировать и выпускать. Вот, давайте их пост прочитаем. Опаньки! Пожалуйста! Вот она померла, и тут же про неё вот пост. Это может оказаться сюрпризом, но мне не нравится моя жизнь. Я определённо рада тому, что у меня есть. Но это всё досталось не без тяжёлой работы и жертв. То, что я стала инфлюенсером, это не случайность. Контроль – это то, чего я желаю больше всего. Но чем дольше я нахожусь в этой области, тем более беспомощно я себя чувствую. Эта платформа непредсказуема. Я нахожусь во власти непонятного алгоритма и мимолетных интересов. Вот, что написано. Это битва, которую я медленно проигрываю. По крайней мере, так кажется. Я увидела это в рекламе, и это помогло мне переломить ситуацию. ЧП, Человек Пульс, дал мне такой уровень контроля, о котором я даже не мечтала. Майя Крейн. Обалденно! Нет, компания, ты не думаешь, что ты себя немного компрометируешь? Твои клиенты подыхают, а ты о них постишь. Типа, получается, если хочешь стать успешным блогером, помри. Давай мы тебя убьем и сделаем о тебе пост в инстаграме. Ха-ха, великолепно. Ну-ка, комментарии надо почитать. Что? Вот почему запланированные публикации — это плохая идея. Ха-ха-ха, нормально. По правде говоря, я действительно хотел, чтобы она была жива. Смерть — это одно сплошное неудобство для меня. Чувак, серьезно? Каждый день не нужен позитивный настрой и поддержка, ясно? Отойди от Кимеры сейчас. Ха-ха-ха, циничненько, циничненько. Да, не думай, что это, типа, отложило публикацию на много дней, и это вперед. Да вы даже этим себя компрометируйте. Кто будет воспринимать всерьез аккаунты, которые с задержкой с такой публикуют свои посты? Новое начало. Ага. Вы были на месте преступления? Выбрать запись с веб-камеры. Майя записала нас? Теперь вы все подозреваемые. Наверное, так. Не-не-не, я могу все объяснить. Формально мы солгали только насчет того, что нас там не было. Но, клянусь, я не имею к этому никакого отношения. Мы не сделали ничего плохого. Поставьте себя на наше место. Кто поверит, что ее убил какой-то монстр, разрывающий лица монстр? Ну, кстати, да, там видно, что она просто вот замерла, легла на пол, скрючилась, и это... Знаете, на что похоже? На Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов». Вот самая первая сцена, когда вот женщина-девушка просто начала летать по квартире, и тут взяло, и что-то ее исцарапало. Вот очень похоже. Я вас слушаю. Давайте так, не будем их агрить. Да хорошо, ладно, я не собираюсь никуда убегать. Спасибо, мистер, давайте следяем из города, даже не знаю, с чего начать. Классно спалила. Все случилось так быстро. Она была не в себе, но ничего особенного. И все втроем пишут. Э... Что случилось? Я думала, что у меня галлюцинация, или типа того. А потом бам, и она просто, она просто... Поначалу оно было, типа, невидимым. Ее лицо разорвалось. А что насчет человека пульса и какой-то сделки? А, а, а? Эээ, я даже не знаю. Что бы это ни было, черт возьми, но Майя его так называла, кто знает почему, ясно? Да, бедняжка, наверное, сказала, это в страхе мы. Все были в ужасе. Говорю вам, это было какое-то безумие. Мы были очень напуганы, ясно? Эээ, это был уже перебор. Зачем путываться, если мы не сделали ничего плохого? Мы соврали только о том, что Майя свихнулась перед тем, как двинуть кони. И то, что она спятила недалеко от истины. Кстати, я что вам еще хотел показать? Эээ, Джаббер, смотрите. Рекс Киган. Эээ, где-то, где-то у него это было. А, Пампап Кликс, но... Но, по-моему, это же Рексовская это... Это Рексовская компания, да? О, сканирование. Контактная информация рекрутера. Новый рекрутер Рекса, пользователь по имени Пампап Кликс. Он предлагает свою кандидатуру в качестве направленного лица на выступление Рекса. Также он поделился своим адресом электронной почты. А, это он? Да, то есть это его HR. И вот он пишет, что... Мне очень жаль, мой телефон и электронная почта недавно стали барахлить проклятые провайдеры. То есть, либо его HR, либо вот сам Рекс, они могут быть следующими. Потому что у Майи тоже перед смертью начал лагать компьютер, колонки, вот все оборудование. И вот у него это тоже. Так что мне кажется, ну, Рекс наверняка следующим будет. Чуй, вы просто оставили там ее мертвое тело. Может так? Хотя надо было Чуй это и не все написать. Знаю, это неправильно. Но прошу, вы должны понять. Должны понять что? Блин, я походу выбрал не то. Майя отправила свое последнее сообщение в этот групповой чат. Привязано к видео, связан синхронизированному с ноутбуком. Ну, какое видео? Вот это? Воссоздание удалось. Отлично. Открываем. Да-да-да-да-да. Как раз вот это ТРМ. У меня есть вопрос об этой штуке для продвижения. Вы видели свои новые карты со странным сообщением? Ты имеешь и дуэту? Ага. Актер. Находясь в окружении людей, вы наслаждаетесь своим звездным статусом. При любой возможности и со всем... Со всевозрастающим величием, пользуясь преимуществами своей роли. Сила вашей личности не оставляет равнодушным никого. А ваши действия и выступления... Да хватит, ты читать не мешаешь. Выступления помогают оставлять вам соперников далеко позади. И приумножьте свое влияние и престиж вместе с нами. Чтобы все получилось, придется пойти на жертвы. Так. Вот это ты заглатываешь. Это похоже, как в Гарри Поттере, черная метка. Волан-де-Морта, как... У него тоже вот череп, и из него вылезает змея. То есть Ария у нас типа прирожденная актриса. Я-то магнат, получается, вот. Судя по той карте, которую мне присвоили по результатам теста. Да, эту. Мне она не нравится. Выглядит как-то не очень. Ёлки-палки, это просто какая-то глупая личность для впаривания. Это психическая атака, чтобы вы купили их барахло. Ну, надо подразумевать, что действуют они эффектно. Ну, а что они подразумевают под сделкой за человеческую жертву? А, придется пойти на жертву вот здесь, да? Угу. У меня такое ощущение, что ЧП хочет заманить нас в ловушку. Чем он просит пожертвовать? А, Майя, ты серьезно? Типа, они могут просто позвонить тебе и сказать, здрасте, мне нужна ваша душа. Перестань. Было очень жутко получить эту карту. Флоренс, Флоренс. Да-да-да-да-да-да. Флоренс. Как раз ее и нужно будет найти. Которую я пытался найти. Кто-то раньше, по словам Майи, девушка по имени Флоренс уже использовала ТРМ. Ну, и Уэра, на самом деле, ТРМ, да. Русифицированная аббревиатура. И можно знать больше. Угу. Может быть, мне поговорить с Флоренс? Она использовала ТРМ до нас. Но только подумайте, сколько же времени на это потребуется? Мы все столкнулись с волной негатива от наших подписчиков, да? И внезапно мы получаем так называемое предложение, чтобы избавиться от всего этого. И описание карт? Он как будто знает наши бренды. Как будто он знает нас. Получается, Мина... Ну, Мина... Мина, я так и не понял, что она сделала такого неправильного. Но это надо было ее инстаграм полистать. Вот эту Кимеру, вернее. У Арьи начался спад подписчиков. А на Рекса накинулся чувак, который не справился вот с программой. И его информацию Рекс в ответ слил в интернет. Да. Я получила музыкальную... Музыкальную карту, да? Значит, он крадет наши данные или типа того? Он следит за нами? Я просто переживаю, ясно? Боже, ладно, ладно. Они просто отслеживают статистику, ясно? Значит, он сканирует мой профиль, видит мои навыки по зашибанию бабок, и бам! Я получаю карту Магнат. О, чувак! Классно! Наш человек! Немного странно, но должен сказать, что это впечатляет. И довольно заманчиво. Боже, я знаю это. Я просто не могу справиться со всеми этими людьми, они меня доконали уже. Мне приходит всё больше писем от хейтеров. Они говорят, чтобы я убилась и всякое такое. Значит, ты думаешь, что этот сервис поможет избавиться от всего этого? Да, хейтеры только и ждут, чтобы порвать тебя. В любом случае, этот сервис, похоже, чушь собачья. Значит, просто проигнорируем его? Да, я думаю, это хорошая идея. Хм, ладно. Хорошо. Раз уж мы все на одной волне... Это срочно, мне нужно объяснить всё лично. Не уверена, что смогу разобраться в этом сама, но просто приходите вечером ко мне. Мне нужно, чтобы вы были здесь. Пожалуйста, прошу, это очень важно. Да, она их позвала вот на эту самую сходку, на которой и померла. Детка, с тобой всё в порядке? Майя, я так за тебя переживала. Мне прямо приплохело от мысли о том, что с тобой что-то случилось. Просто расскажи нам, что случилось, ладно? Я всё выяснила. ЧП, карты, сделка, всё это... Всё ещё шанс... Есть шанс выбраться из этого. Мы все в опасности. Просто приходите завтра, хорошо? Прошу. Вы мне нужны, ребята, пожалуйста. Просьба Майи. Чувствую угрозу, Майя попросила своих друзей встретиться с ней у неё в квартире за день до своей смерти. Майя, ты меня пугаешь? Господи, что ты такой куришь? Или потяжелее, что принимаешь? Зажигаешь ёлки, да? Это имеется в виду шишки, наверное. Конопляных шишек-то тут нету. Эмодзи. Вот он ёлочный, на ёлочный заменил, да. Рекс, перестань хромить. Хорошо, моя дед... Детка, ты перестань бросаться груздью на абразуру. Хорошо, давай просто... Вы встретимся и уладим всё это лично. Никто из вас не умеет писать, это же очевидно. Да, да, хорошо, как пожелаете. Хорошо. Пожалуйста, просто придите, хорошо? Хорошо? Что вы знаете об этом человеке Пульсе? Выберите карту ТРМ. Как, чёрт возьми, вам удалось достать старое сообщение с очищенного телефона? Рекс, а они не знают, что мы знаем, что телефон был почищен? Ну, это Ария предложила стереть с него всё, а Мина просто смотрела. Как ты смеешь? Мы же все решили это. Прятаться больше нет смысла, давайте всё расскажем. Расскажите мне о человеке Пульсе. Человек Пульс. Давайте. Это сервис по продвижению, с которым нас познакомила Майя, а затем она сказала, что он охотится за ней. Он... она говорила, это значит высшая тусовка, а потом почему-то назвала это создателем волн. Она преподнесла это как спонсор справиться с падением наших рейтингов. Думаю, некоторые люди готовы продать душу, свою душу, ради сохранения популярности в интернете. Я бы никогда этого не сделала. Значит, на нас всю вину сваливаешь. Знаете, статистически тот, кто больше всех обвиняет, всегда оказывается виновником. Раз уж Ария начала... А на себя посмотреть не хочешь? Я типа хочу сказать, что никогда не причинила бы вред Майя. Да по-любому ни из вас никто не виноват. Успокойтесь и объясните всё как следует. Сервис Человека Пульса предлагает сделку, по которой нужно принести большую жертву. Должно быть, кто-то принял сделку и принёс Майю в жертву. Кто-то? Всем же ясно, что это ты заключила сделку. Невиновичка на самом деле забралась? Я не заключала сделку. Как работает сделка? Предположительно, сделка позволяет убрать все негативные отклики со страниц Киммера. Даже Майя получала критику. Если бы ты не давила на неё слишком сильно, то, возможно, она не прибегла бы к таким радикальным мерам. А, да, они же... Они же писали... Что? О, да как ты посмела сделать пост? На меня теперь вот все накинулись, да я тебя ненавижу. Да чтоб ты это самое... Окочурилась? Ох, подруги, вам нужно научиться справляться с этим спокойно. Сделка, которая убивает людей? Я не знала, что она на самом деле значит. Мы должны выполнять норму, ясно? Нужно быть в тренде 24 на 7, или всё потеряешь. К сожалению, это правда. Вы говорите, что заключили сделку. Мы все согласились воспользоваться сервисом, но я никогда не заключал сделки. Публика будет симпатизировать вам, если вы будете честны со мной. Оп, как завернём. Я не виновна, пожалуйста, я расскажу вам всё, что вам нужно. Значит, теперь ты хочешь быть честной? Как всегда. Скажет всё ради спасения собственной шкуры. Да кто бы говорил? Ой, господи, вот это серпентарий, я просто... У меня слов нет. Я знаю о твоём фиаско под названием «Быстро разбогатеть». Настоящая фиаско, это чёртовы плаксивы истории мины, которые срикошетили ей в лицо. Что? Ария продажная на все сто, она даже подделала целое партнёрское соглашение. О боже. Вот осиное гнездо разворотили, а? Ты, вероятно, заключил сделку, чтобы заткнуть рот своим жертвам. Ой, прости, хейтерам. Неужели, если кто-то и нуждался в избавлении от хейтеров, так это мина? Я не запугиваю своих конкурентов, как Ария. Похоже, у меня хватит на сочную историю. Ахаха! Нет, пожалуйста, не надо. Дерьмо. Пожалуйста, это ужасный блеф, и ты это знаешь. У меня ведь... у тебя ведь всё равно ничего нет на меня с... С... с меня хватит. Подожди минутку. Да, у тебя ничего на нас нет. Почему я вообще трачу на вас своё время? Они такие грубые. Так, ты ничего не можешь сделать с нами, верно? Я могу помочь, если вы хотите поговорить наедине. Мать твою за... Кстати, купила китайщину какую-то вместо телефона. Ну-ка. Новое начало. Фотографии. Это Майя? Она сейчас порвёт её, да? Или что сделает? Угу. Возможно, это кто-то нацелился на них четверых разом. Алло? И ещё. Если вы собираетесь совать свой нос в мой бизнес и обвинять меня во всяком дерьме, я подом на вас суд за клевету и преследование. Не заставляйте меня показывать когти. Блин, наверное, я зря так сделал. Я, по-моему, их сагрил и, наверное, всё провафлил. Мне кажется, при другом раскладе они были более бы лояльные ко мне. Есть какие-нибудь новости? Не смей кидать меня ради какой-нибудь другой громкой истории. Буду признателен за немедленный ответ. Кажется, я видел видение Майи. Что? Господи. Это подтверждает мои подозрения. Позже объясню. Хватит балду пинать. Вернись к работе. Постарайся выжать ещё информацию из телефона. Не удалось найти видео с уликой. Ой-ой-ой-ой-ой. По-х... Походу нам... Походу нас спалили. Алло? Ты видел это видео? Это... Человека Польса? Я думал, это просто городская легенда, типа киллера Джеффа. А это... Это доказательство. Они называют меня чокнутым. Я им покажу, кто такой чок... Кто чокнутый. Я... Мне надо идти. Здесь слишком много ушей. Скоро пенсия. Никакого уважения. Даже в кабинете уединиться не дают. Надо было становиться пианистом, но нет же. Я хотел служить и защищать. Ты телефон-то сбрось. Хе-хе-хе-хе. Видеодоказательство. Похоже, у них был какой-то припадок. А эти детки стояли и смотрели. Они врали мне в лицо. Я знал, что они что-то скрывают. Человек Польс. Сделка. Мы должны их расколоть. Я показал им запись. Отличная работа. Их истории начинают сыпаться. Теперь у нас есть рычаг воздействия. Мы должны выяснить, кто это Человек Польс и за... И что это за сделка, о которой они толдычат. Все время. Мы уже близко. Осталось раскопать совсем немного, и мы все узнаем. Сохранение. 44 минуты уже записываем. Этого достаточно. Блин, игра классная на самом деле. Очень жаль, что она довольно слабенько по просмотрам собирает. Но я хочу в это продолжить играть. Это так прикольно. Вот это все распутывать. До чего-то даже вот сам как-то допетриваешь. Очень классно. Продолжение будет обязательно. Даже если будут смотреть очень слабо. Если вам понравилась эта серия, то ставьте палец вверх. Подпишитесь, позвоните в колокол. Поделитесь этим видео с друзьями. И оставьте комментариев. Да побольше. У меня есть группа ВКонтакте. Личная страница ВКонтакте. Страница в Инстаграме. Дискорд сервер. И канал на Твиче. Обязательно добавляйтесь в друзья и подписывайтесь. С вами был пришелец Саймон. Игры сводят нас с ума в хорошем смысле. До скорого земляне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok